Бухенвальд, Освенцим, Дахау. Более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем существовали во время Второй мировой войны на территории Германии и оккупированных стран. Через лагеря смерти прошли порядка 18 миллионов человек. Из них уничтожено не менее 11 миллионов. Только в Бухенвальде было уничтожено свыше 56 тысяч человек. 11 апреля 1945 года егоозники подняли интернациональное восстание против гитлеровцев. Дождались подкрепления и вышли на свободу. В памятный день освобождения узников состоялся митинг у гарнизонного кладбища Бреста. К памятному знаку в этот день пришли представители ветеранских организаций, молодежи, руководства города и различных организаций. И, конечно же, очевидцы этих страшных событий – поколения детей войны. В нашем регионе проживает 883 малолетних узников концентрационных лагерей, из них 98 в Бресте. Среди них и сын защитника Брестской крепости Владимир Семочкин. Его отец, политрук Илья Семочкин, был захвачен в плен и расстрелян фашистами 24 июня 1941 года. Не повторилось то ужасное, что было во время Великой Отечественной войны. Не повторились концлагеря, гетто, тюрьмы, крематории, когда невинных людей сжигали, убивали, закапывали живым землю, заражали болезнями, испытывали на них все, что можно было. Поэтому надо помнить, помнить об этом, не забывать и рассказывать людям, рассказывать молодежи о том, что было в годы войны, что пережили вот в частности вот эти вот люди, узники, бывшие узники концлагерей. На оккупированной фашистами территории Беларуси функционировали 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей. Крупнейшие среди них лагерь Тростенец, Минское гетто, Азаричи и детский концлагерь Красный берег. По приблизительным данным, в лагерях смерти на территории нашей страны нацисты уничтожили свыше 1 миллиона 400 тысяч человек. В апреле 2021 года Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенный период. В рамках расследования этого уголовного дела допрошены десятки свидетелей тех событий, малолетних узников концлагерей, мест принудительного содержания, их родственников. Большую работу мы проводим по доведению результатов расследования данного уголовного дела до общественности и в первую очередь, конечно, до нашего молодого поколения. Расследованию этого уголовного дела посвящены экспозиции, которые организованы и существуют сейчас в Брестском уголовном краеведческом музее, в музее Брестской крепости. Экспозиции, посвященные геноциду белорусского народа, организованы и существуют в учреждениях образования. Издревняя мудрость, что невыученные уроки истории могут повториться. Сохранение памяти – это то, что в состоянии уберечь мирное небо и жизни новых поколений.